Пес-пират. Его путь так похож на тот, что у Баси и Жули. Все намного хуже с пиратом, чем предполагала хозяйка домашнего мини-приюта Людмила Чернецкая. На днях женщина увидела у него на передней лапе уже вскрывшуюся опухоль. Какой Жули тогда была, если вы, конечно, помните. Так что на бедре это только цветочки. Вот и ответ на его состояние. Надо будет теперь хоть таблетки подавать. Нет, пуху пухали, конечно, а антибиотик и гормональные препараты. Вот и с пиратом теперь все ясно. И так почти все. У каждого что-то доболит. Лайза вот и хромает, как прежде. А что делать? Надо было бы тоже в клинику ее свозить. Но где столько средств взять? Это только если не кормить, а только возить и обследовать. Вон Боцман. Три четыреста женщина отдала. Это просто ужас. Вот, наконец-то, женщине удалось сфотографировать рану пирата. Волонтер попросила спросить у людей и читателя блога, на что это больше похоже, онкологическое или типа черяка. Очень похоже, как было у Жули, только уже все вытекло. В любом случае, хозяйка даже обработать не может. Рычит он и сразу прячется. Вот еще одна беда. Да и вес у него в 10 раз больше, чем у Баси. И агрессия. Бедный мальчик. Прям открытая рана. А на животике опухоль женщина не рассмотрела. Там женщина не может это сделать. Все, что на виду, осмотрела. И то быстро, пока он кушал травку. Волонтеру кажется, похоже на онкологию. Но думаю, это логический вывод. Ведь уже шишки были. Только, как я понимаю, при доброкачественной новой эра не растут. Или же мы ошибались. Да, все растет. Если было, может еще вырасти. Да, и это только со слов нашего предыдущего ветеринара, что доброкачественная была. А теперь я уже как-то сомневаюсь в ее честности, говорит волонтер-инвалид. Сами понимаете, но это же не на глаз определяется. Нужно делать гистологию. Это несколько дней и платно. А тогда было все как-то на словах. Вырезали прошлую опухоль. Отправляли ее или нет. Никто нам ничего не говорил и не показывал. По первому, мы написали тому ветеринару, который раньше за мусика нам советовал. Женщина из блога. И вот нам коротко ответила она. Здесь только гистологию сдавать. Так вам никто не скажет. С аркому проще, особенно на морде. Ее сложно спутать. Похоже, да. Так дистанционно никто ничего не подскажет. Это понятно. Все равно ничего не сделаешь. А только ждать и смотреть, что будет дальше. Скорее всего, поэтому и было плохо. Пока нарывало. А когда прорвало, ему полегчало. Предполагает женщина. Ну и она же ему еще поджелудку подлечила за это время. Но кто его знает, из-за чего ему было плохо. В любом случае, не будет лишним. Тем более, в его возрасте и с его весом.